Этим детям не больше трёх лет. В доме ребёнка на территории 15-й женской исправительной колонии они живут с рождения. Всего их тут 35. Мама одного из малышей Ирины Белева осуждена за мошенничество. 21 раз брала у знакомой деньги в долг и ни разу не возвращала. Приговор женщине вынесли, когда она была на седьмом месяце беременности. Свободы лишили на 4 года. Сын родился уже здесь. Впрочем, Ирина об этом не сожалеет. У него был тяжёлый порог сердца врождённый. 5,5 месяцев. Он вообще постоянно был в больнице. Но с ним находились сотрудники. А потом сделали операцию. Сейчас ребёнок абсолютно развивается, здоров. Возможно, на воле я этого бы и не сделала. Ирина уже отсидела 2 года. Надеется, освободится в ближайшее время условно-досрочно. Её подруга по несчастью Эльвира в колонии 6-й раз хранила у себя наркотики. Единственную дочь родила в 44 года. Сейчас с нетерпением ждёт освобождение. На свободу они должны выйти через месяц. Стимула не было в жизни. Я одна, у меня не родители, никого нет. А вот сейчас есть чем заниматься, и тем дышать, и жить. Хочу жить для неё сейчас. Сейчас огромный стимул и огромное желание поставить её на такой социум, где я даже не мечтала, может быть. Дочь Эльвира здесь самая старшая. Ей уже исполнилось 3. Самому маленькому малышу всего 6 дней. В честь дня защиты детей для них их мамы устроили праздник. Пригласили известных людей. Я боялась увидеть не только женщин в тюрьме, но и детей. Но этого не произошло. Самое главное, что здесь создано, это всё-таки дети в доме, в родном доме. И что здесь главное происходит в колонии? Что женщины с детьми преображаются внутренне, морально. Любовь к ребёнку, она рождает новые эмоции, она рождает новые надежды, новые надежды на будущее. Видеться со своими детьми мамы могут два раза в день, утром и вечером, по два часа. Кроме того, здесь же полгода назад открылось отделение совместного пребывания. Пока оно рассчитано на 8 мам и малышей. У каждой семьи своя комната. Заселяют в них в первую очередь тех, у кого груднички. До этого дети наши находились отдельно, мамы находятся отдельно в своих отрядах. В ночное время мамы спокойно спят, за ними ухаживают другие люди. Несколько такая вот ежедневенческая потребительская позиция присутствует. Сейчас, когда вот они совместно проживают, отношения с детьми совсем по-другому развиваются. И дети совсем по-другому к своим мамам начинают относиться. Потому что они их очень чаще видят, дольше видят, больше с ними общаются. Соответственно, это сказывается на развитии детей и на поведении матерей. Дом ребенка финансируется из средств Федеральной службы исполнения наказания. На него выделяется 3 миллиона рублей в год. В месяц на одного ребенка получается чуть больше 7 тысяч рублей. На эти средства закупаются продукты, одежда, игрушки и оплачиваются коммунальные расходы. Для сравнения на свободе, женщина с ребенком до полутора лет получает пособие от государства в 3 тысячи рублей в месяц. Если у нее два малыша и более, это уже шесть с небольшим. Тем же, кто берет детей под опеку, выделяется ежемесячно 3,5 тысячи. Плюс 7 тысяч на самого ребенка. Продолжение следует...